Музыка Ребята, всем привет! Меня зовут Маруся и вы попали на мой канал Мэрис Блог. Это новое мотивационное видео на моем канале. Я решила сделать серию из нескольких видео на одну тематику, а именно «Меняйся со мной». В данных видеороликах мы будем меняться с вами. Сегодня я вам расскажу 10 правил, как измениться к лету, как похудеть, как правильно питаться и все такое подобное. Но в остальных двух, трех или четырех видео я буду вам показывать мою повседневную ретину, как я пытаюсь меняться к лету и как я становлюсь лучшей версией себя. Но если вам тоже интересна эта тема и вы тоже хотите поменяться вместе со мной к лету, к летним каникулам, стать лучшей версией себя, то оставайтесь со мной, и я всем желаю приятного просмотра. Итак, давайте же разберем, что нам нужно для того, чтобы стать лучшей версией себя и чтобы измениться к лету. Первый пункт — это, конечно же, цели. Поставьте себе какие-то цели, которые вы обязательно должны выполнить за эти плюс-минус 50 дней, которые остались до начала лета и летних каникул. Для меня, например, важно похудеть к лету, а также выработать новые привычки, такие как соблюдение водного баланса, чтение каждый день, утренняя медитация и правильное питание. Второе — трекер привычек. После того, как вы определились со своими основными целями, а также какими-то новыми привычками, их надо куда-то записать, чтобы не забыть. Правильно? Правильно. Я сделала так называемый «habit tracker», а именно трекер привычек, в котором я записала свои ежедневные цели. Каждый вечер я с огромным количеством мотивации сажусь за свой стол, вижу трекер привычек и отмечаю в нем все то, что я сделала за день. Самое главное, я думаю, повесить его на видное место. В моем случае это, конечно же, рабочий стол. Каждый раз, когда я смотрю на этот прекрасный трекер и вижу, что уже есть результат, меня просто переполняет эмоциями и мотивацией. Третье. Водный баланс. Как вы все уже, наверное, знаете, водный баланс надо обязательно соблюдать. Сейчас я стараюсь и вправду выпивать много воды. Кстати, я слышала такой научный эксперимент. Если перед завтраком, обедом и ужином за 30 минут пить по 2 стакана воды, то бишь 500 мл, то вам будет хотеться есть меньше, тем самым вы будете съедать меньше еды за вашим приемом пищи и, соответственно, ваш вес будет тоже понемногу уменьшаться. Уже достаточно давно хочу попробовать эту стратегию, но пока что у меня не особо получается, но в любом случае я очень много пью воды. Четвертое. Тренировки. Кроме соблюдения водного баланса, правильного питания и всего такого, для похудения нам нужны, конечно же, физические нагрузки. Недавно я закончила делать тренировку от Хлои Тинг на 2 недели, а именно Abs Workout, то бишь тренировка на пресс. И знаете что? Результаты реально есть, и они очень классные. Так как я уже закончила этот цикл тренировок, собираюсь уже начать новый, уже подлиннее, например, на месяц. Тоже хочу найти у Хлои. Все очень классные тренировки, и останавливаться на достигнутом я не собираюсь, поэтому будем с вами тренироваться вместе. Пятое. Мотивация. Просто так встать и начать делать сможет не каждый. Для этого нужен так называемый толчок. Я, например, замотивировала себя точно таким же видео, которое я сейчас снимаю. На просторах Ютуба есть просто огромнейшее количество подобных видео про саморазвитие, изменения и подобное. Поэтому, если вам тоже не хватает так называемого толчка, и вы хотите тоже начать меняться, то обязательно посмотрите что-то подобное. Шестое. Медитации. Недавно я тоже начала практиковать себя в такой сфере, как медитации. Изначально я вообще думала, что это какой-то бред, и непонятно, зачем люди это делают, но вы просто не представляете, как же это круто. Медитация с утра заряжает меня огромным количеством энергии, которой у меня хватает на целый день. Сейчас я делаю медитации, которые называются «Путь к изобилию». Там после каждой медитации есть какие-то вопросы, на которые я стараюсь отвечать, но сейчас я немного их забросила, потому что перед школой у меня нет времени, но я вам обещаю, я продолжу их делать, потому что это очень круто. Итак, интересный факт. Угадайте, какая часть тела человека растет на протяжении всей жизни? Даю вам 5 секунд. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Вы угадали, это нос. И вы просто не представляете, я заметила, что у меня он реально изменился. Он стал немного поменьше. Вот тут вот вы увидите фоточку, какой я была где-то год или два года назад, и он реально изменился. Пишите в комментариях, если вы тоже заметили. Итак, продолжаем наше видео. Седьмое. Прогулки. Вообще, я не очень люблю гулять, особенно, когда на улице нехорошая погода, прохладно и, в общем-то, не лето. Но так как мы с вами меняемся к лету, я ввожу себе новую привычку прогулки хотя бы 3 раза в неделю. Каждый день мои прекрасные часы Apple Watch считают, сколько я прошла шагов, но я чаще всего придерживаюсь цели 7 тысяч шагов в день. 10 тысяч шагов у меня, конечно, пока не получается, но я к этому стремлюсь. Если вы тоже не любите гулять так же, как и я, я вам всем советую завести такую привычку гулять хотя бы по выходным. Восьмое. Сон. В видео «Как стать отличницей», ссылочку на которое я оставлю в описании, я уже говорила про самую важную привычку, это, конечно же, правильный сон. Но я решила повторить. Соблюдение режима сна — это, наверное, самый главный пункт для хорошего и бодрого дня. Недавно были каникулы, а именно на прошлой неделе, и я старалась спать по 9 часов в день, но в будние дни или в учебные дни не хватает и 8 часов. Девятое. Сладкое. Просто обожаю сладкое. Конфетки, шоколадки, вафельки, и всё такое вкусное, вкусное, вкусное. Но так как я начала заниматься спортом, делать тренировки каждый день и как-то улучшать себя, то я решила отказаться от сладкого. Конечно, понемножечку я отказываюсь от вот этой всей вкуснятины. Сейчас, например, уже около двух недель я пытаюсь не есть сладкое, но иногда у меня, конечно же, не получается. Именно я не ем покупные сладости, но от маминых блинчиков с шарлоткой я не смогу отказаться, наверное, никогда. Я искренне советую вам тоже отказываться посихонечку от сладкого или уменьшить его употребление каждый день, ведь это вам реально поможет похудеть. Следнее десятое. Мясо и фастфуд. Конечно, вы все знаете, что и ребёнку, и подростку, и даже взрослому человеку нужно мясо. На себе много питательных элементов и белка. Главное не переедать. Я один или два раза в неделю делаю себе так называемые разгрузочные дни, в которые я совершенно не ем мясо. Это помогает моему организму очиститься, да и, в принципе, я чувствую себя после таких дней намного лучше. Но если мы говорим о фастфуде, то, в принципе, я вам не советую это есть, особенно, когда вы делаете тренировки, потому что всё может пойти коту под хвост. В общем, как итог, мясо можно не есть один или два раза в неделю, а от фастфуда лучше отказаться на совсем. Ну, на этом было всё, ребят. Я надеюсь, это видео вам понравилось, и вы будете меняться к лету вместе со мной. Пишите в комментариях, какие вы заведёте себе новые привычки. Ну, а я буду с вами прощаться. Всем удачи и всем пока-пока!